СИРА Сказанные им слова, его нрав, а также его жизнеописание. Благой призыв Сбежавшие из Мекки мусульмане Абубасир был молодым человеком, принявшим ислам в Мекке, и сбежавшим в Медину. Чтобы его вернуть, курайшиты отправили за ним двух человек. Пророк Мухаммед, да благословит его Аллах и приветствует, по условию договора не стал удерживать Абубасира. Однако тому удалось убить одного из курайшитов по дороге в Мекку и снова вернуться в Медину. Поняв, что посланник Аллаха, мир ему и благословение Всевышнего, не изменит своего решения и поступит по договору, Абубасир покинул Медину и направился в сторону берега моря. Через некоторое время к нему присоединился сын Сухейля ибн Амра, Абу Джандаль. А уже после него и другие мусульмане, сбежавшие из Мекки. Вместе они начали нападать на караваны курайшитов, направлявшиеся в Сирию. В конце концов, многобожники обратились к посланнику Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, заклиная его вернуть этих мусульман в Медину и убрать пункт в соглашении, где говорится о сбежавших мекканских мусульманах. Ислам принимают герои курайшитов За два года после заключения Худайбийского соглашения Ислам приняло значительно больше людей, чем за 19 лет до этого события. Среди них известные личности из числа курайшитов Когда они пришли к пророку, да благословит его Аллах и приветствует, он сказал, «Поистине, Мекка отдала нам самое дорогое, что у нее есть». Кроме того, в это время Ислам принял и Абдурахман ибн Сахар, более известный как Абу Хурейра, да будет доволен им Аллах. Послание, призыв к Исламу После заключения перемирия в Худайбье посланник Аллаха, мир ему и благословение Всевышнего, направил письма ряду правителей и царям. В посланиях призывается к Исламу и напоминается о том, что правители несут ответственность за свой народ и своих подчиненных. Правители, которым было направлено послание. Правитель Эфиопии Асхама ибн Абжар. Он сразу принимает Ислам и повинуется истине. После кончины эфиопского монарха пророк, да благословит его Аллах и приветствует, из подвижники совершили по нему заупокойную молитву, жаназа-намаз. Мукау Кис, правитель Египта и Александрии. Он оказал особые почести послу мусульман, но не принял Ислам. В качестве подарков направил пророку, мир ему и благословение Всевышнего, двух невольниц, мулицу по кличке Дульдуль и Мед. Территория правления Мукау Киса перешла в подчинение к мусульманам при правлении халифа Умара. Да будет доволен им Аллах. Египет. Государство, расположенное на севере Африки и на Синайском полуострове Азии. 90% населения – мусульмане, остальная часть – христиане. Официальный язык – арабский. Египет отделяет от арабского полуострова Красное море. Александрия. Древний город на севере Арабской республики Египет. Расположены на побережье Средиземного моря. Персидский царь Хасрой II Прочитав письмо, Хасрой в гневе разорвал его. Посланник Аллаха, мир ему и благословение Всевышнего, сказал по этому поводу «Аллах разрушит его царство». Эти слова сбылись. Члены семьи Хасроя подняли против него восстание, что случилось после того, как его армия была разгромлена войсками императора Византии, и сын Хасроя убил собственного отца и захватил власть. Через десять лет при халифе Умаре Персидская империя полностью перешла в подчинение к мусульманам. Персидская империя. Государство, существовавшее на Ближнем и Среднем Востоке в III-VII веках. Империей правила иранская династия Сасанидов. Государственная религия – зероастризм. Император Византии Иракли Иракли сообщил, что знал о появлении пророка, но не предполагал, что он появится среди арабов. Император согласился с пророческой миссией Мухаммеда, да благословит его Аллах и приветствует, но из-за любви к власти не принял ислам. Позднее эта империя также потерпела поражение от войска халифа Умара. Византия. Восточная римская империя. Государство существовало в 395-м, 1453-м годах. С 324-го года, после перенесения столицы в Константинополь, Римская империя начала распадаться на две части. Под правление Византии вошли Балканский полуостров, Малая Азия, Сирия, Палестина, Египет, Армения, а также ряд крупных островов. В 1453-м году Константинополь был захвачен турками и переименован Стамбул. Наместник византийского императора в Дамаске, Харис ибн Абу Шимр Аль-Гассани. Послание вызвало у него гнев, и он отказался принимать ислам. Более того, он приказал направить войско в Медину. Однако император не позволил этого сделать. Дамаск, столица Сирии. В 635-м году перешло под правление мусульман. В 671-е, 770-е годы город являлся столицей Амавийского халифата. В 1260-м, 1516-м годах был под управлением мамлюков. В 1401-м году Амира Тимура. В 1516-м, 1920-м годах входил в состав Османского султаната. С 1943-го года столица Сирии. Правитель Бусры. Посол был убит Шарахпиль ибн Амрам, наместником Римской империи, когда достиг местечки Мута на юге Иордании. Бусра. Район на юге Сирии. Правитель Ямамы. Хауза ибн Алей. Он оказал высокие почести мусульманскому послу, но из-за высокомерия и любви к власти отказался принимать ислам. Правитель Ямамы умер через два года после этого события. Правитель Бахрейна. Мунзир ибн Савва. Прочитав послание, он принял ислам. Это же сделало некоторая часть населения Бахрейна. Бахрейн. Малое государство, объединяющее несколько островов Персидского залива в Юго-Восточной Азии. Население 643 тысячи человек. В столице городе Манамы проживают 160 тысяч человек. Государственный язык арабский. Основное вероисповедание – ислам. Правитель Омана Джайфар и его брат Абду. Они принимают ислам и способствуют распространению новой религии среди населения. Оман. Государство на востоке Аравийского полуострова. Население 2 миллиона 400 тысяч человек. 90% – арабы. Остальная часть – индусы, персы и африканцы. 87,7% населения – мусульмане. 7,4% – индуисты. 3,9% – христиане. Официальный язык – арабский. Столица – город Маскат.